Идем дальше. Следующая новость. Следующая новость у нас НЛО. Тарелочки. Тайная космическая программа, друзья. Вот такие вот бумеранги. В-образное НЛО заснят над Техасом. Простите. Че-то поплохело прям сразу. О! В-образное НЛО заснят над Техасом. Ну, это тайная космическая программа. Ну, что, мы постоянно про это говорим. 5 августа 24 года в Амарилла, штат Техас, США был занят редкий В-образный НЛО. Он же НЛО бумеран. Сеть видео было выложено лишь на днях. Словом автора ролика, некого Миллера, НЛО совершенно бесшумно летел по небу на небольшой скорости. Заметил он его случайно, сначала обратив внимание на яркую световую точку в ночном небе. Так как в тот момент Миллер сидел весной засаде на олене, у него при себе был прибор ночного видня. С помощью которого он сумел разглядеть и заснять не просто точку в небе, но странный летающий объект. Давайте посмотрим, значит, ночью происходило через прибор ночного видня. Опять здесь нам надо скорость немножко уменьшить. Скорость мы уменьшаем. Ну, достаточно хорошего качества, да. Ну, слушайте, действительно, вот это вот похоже на как-то ТР-3Б Астра, часть тайной космической программы. Тем более Техас, там недалеко, там же эти вот... Сейчас Илон Маск построил что-то такое, город космический. И потом штат Невада, там вроде недалеко. Там же пустыня еще тоже есть у них. Может, там тоже что-то испытывается. Но вполне, потому что тайная космическая программа. Давайте в ускоренном чуть посмотрим. Чуть-чуть. В реальном таком темпе. Ну, действительно, действительно, НЛО. Вот редкая съемка, вот как раз редкие кадры в хорошем качестве НЛО. Здесь уже не примажешься, не скажешь, что это... Нет, ну, конечно, можешь сказать, что монтаж, конечно, конечно. Потому что мы же не видели, как вот этот человек, Миллер, да, его очевидец там сидел в кустах, охотился на оленя. И как он это снимал, его же никто не снял. Мы же не видели, это было не в прямом эфире. Он мог прийти домой, придумать эту легенду, намонтировать. А, в принципе, сейчас вот такой мультик сделать несложно. Такого качества. Но хочется верить. Как говорится, хочется верить. Вы знаете, что всегда хочется верить. И мы на канале просто стараемся, и я стараюсь, и вы тоже вот иногда включать скептиков. Потому что если мы будем огульно прям кричать, о, НЛО, НЛО летит или что-то такое, то не сможем потом отделить зерна от плевел, понимаете? Потому что очень много всяких вбрасывается вот в фото жаб или как-то в смонтированного чего-то. И порой сложно действительно уже отделить, где правда, а где ложь. Но мы стараемся, мы с вами стараемся. Хотя вы знаете, что я сам часто вот не часто, но иногда, но редко, но метко налетаю на какие-то вот такие вот CGI, как это модно, SCP-вселенная, вот что-то такое вымышленное. Но тем не менее, если это правда, то у нас хороший, хороший пример тайны космической программы в действии. Как отмечают уфологи, это НЛО подозрительно похож на тот, который наблюдали в штатах Аризона и Невада в 97-м году. Вот Невада, зона 51 же, там это все рядом. Это тот же самый НЛО или просто из той же серии летательных аппарат. Увы, хотя в тот год V-образный НЛО видели сотни людей, никто не заснял его. Технология мобильный телефон тогда только-только развивалась. Так что доступны лишь рисунки по описаниям очевидцев. Один из них ниже. Это в 97-м году вот такие были. Ну да, да-да, вот про эти вот треугольники летающие мы, кстати, с вами тоже много говорили. Чаще всего бытует мнение, что подобный НЛО-бумеранг является секретными военными самолетами США. Но о чем мы говорим? Тайна космической программы. Наподобие заметного среди конспирологов треугольника TR-3B Astra, которые были построены с применениями на планетах технологий, полученных из разбитых НЛО в розовле и других местах. Так конспирологи объясняют то, что такие аппараты летят совершенно бесшумно, могут совершать маневры за гранией закона физики, как правило, незаметно радары. Ну так и есть, так и есть. Ну это тайно-космическая программа. Опять же, если это правда, надеюсь. Хотя, вы знаете, вот ролики с TR-3B Astra в хорошем качестве YouTube выпиливает. А почему это? Казалось бы. Казалось бы. Странно. Это тоже много странностей.